Их немного, но они терпеливо ждут. Фанаты задержанного рэпера Гуфа караулят своего кумира возле изолятора временного содержания. Леха, ждем тебя с концертами обязательно, чтобы такой ерунды не было. Как-то предостерегайтесь, не знаю, ребята, чтобы все у вас было хорошо, потому что мы вас ждем. Вообще, Леха, Вадим, за вас. Однако у правоохранителей другое мнение. В поле зрения наркополицейских Гуф попал вовсе не за эпатажные песни. В декабре прошлого года его уже пытались задержать в Красноярске за употребление наркотиков. А в 2011-м по такому же обвинению Долматова сняли с трапа самолета в аэропорту Иркутска. Тогда рэпер отделался штрафом. На этот раз экспертиза подтвердила, что у музыкантов в крови действительно имелись наркотические вещества. Позже это признал и сам Гуф. По его словам, накануне он употреблял кокаин, чтобы не уснуть за рулем. В итоге по решению суда ему пришлось провести шесть суток за решеткой. А сразу после освобождения Гуфу придется выступить свидетелем в деле о распространении наркотиков. Человек будет допрашиваться в качестве свидетеля. Любой гражданин Российской Федерации может быть допрошен в качестве свидетеля. По тому или иному факту. Все. Так что ничего, в отношении его никаких последствий не предвидится. Все нормально. История с задержанием музыкантов наделала много шума. В ней активно фигурировало имя депутата Госдумы Дмитрия Носова, лидера движения «Антидилер Красноярск». Именно это движение инициировало арест Гуфа. Представители ЛДПР даже пригрозили Носову исключением из партии за участие в скандале. К этому заявлению депутат отнесся с иронией. Был завербован человек из его команды. То есть, в принципе, месяц ушел на что? Чтобы завербовать человека и чтобы договориться с ФСК. Гуфа слили его же, грубо говоря, из его же команды. Люди, которые за идею. К защите рэперов по просьбе их жен подключился адвокат Сергей Жорин, известный участием в громких скандальных делах столичных звезд. Для этого он специально прилетел в Красноярск из Москвы. Я думаю, вообще в этой истории ребят Гуфа и Слима посчитали слабым звеном самым. Решили на их фоне сделать какую-то показательную акцию. Оказалось, что народ буквально взорвался. Особенно такая аудитория молодежная. То есть, молодежь просто встала на дыбы. И действительно, это дело несколько развернулось. И я думаю, что те, кто организовал всю эту историю, они не ожидали. Оно есть решение, оно вступило в законную силу. Тем не менее, мы будем в дальнейшем его обжаловать. И я уверен, что на одной из инстанций нам удастся доказать правоту. Однако пообщаться с освобожденным Гуфом фанатам так и не удается. За дверями изолятора его тут же сажают в машину и увозят. Сейчас Алексей Долматов уже вернулся домой в Москву. Алина Мельчакова, Эдуард Баглай, Афонтова новости.